всем привет домовята хрю хрю домовята я штукенцы игра глаз и сегодня мы смотрели дом колбаску и сегодня мы будем об этом говорить вместе точнее участок колбаса участок колбаса что это значит расскажи во первых что это значит это значит что бывают такие узкие участки которые у которых ширина узенькая например от 10 до 15 метров и они в длину бывают там 40 метров 50 70 ну то есть это примерно где-то там 7 соток 10 соток они вот так такими могут быть узкими соответственно это выглядит как вот такая колбаса очень узкая эти земли я прочитала дальше откуда берутся откуда они берутся из того что первоначально в деревнях был дом у людей на обычном участке на такой квадратненький или какой-нибудь а потом людям давали какие-то странные наделы типа для сельхоз ну чтобы огороды там делать вот это первое а второе что просто когда сельхоз земли резали их резали на такие полоски чем бывает допустим у тебя остается наследство участок или ты разводишься и делишь об этом я не подумала давай поделим на колбасу наш квадратный участок и вот мы сегодня ходили его смотрели что он оказался неподалеку и штукенции он очень сильно понравился да ну вот именно в интернете фотографии вообще местонахождение там все круто и он так оказалось что он рядом с нами да мы нашли такой участок один из участков который именно в формате колбаса и рядом расскажи свое впечатление вот впечатление офигела то что я видела на фотографии вот я ну я бывала в этих местах уже до этого но я вообще думал что другое место на самом деле вот я не очень ориентируюсь но на фотографии вот ты смотришь в интернете даже карта все нарисовано тысячи фоток со всех сторон все сфоткано и ты такой ну я все понял да я теперь знаю как это место выглядит я себе представляю этот участок вот тут я поставлю дом он такой идеальный какой-то описание такое шикарное тут у вас то тут у вас это и написано шикарный участок для дома ну и ты реально начинаешь себе этот ну как-то так представлять хотя ты примерно знаешь эти места и все такое когда мы туда пришли ты видел же тоже их на фотках те как было впечатление по фоткам ну я вообще я думал что он ровный какой-то ну по фоткам ну знаешь лучше расскажи мне просто интересно такая смотря фотки тебе он казался идеальным ну да он сказал я нигде я не я думал что он ровный всеми там мне нет никаких бугорков там пройти вот реально сложно потому что он весь какой-то вот видимо в кротовинах я думаю что он ровный я думал что он тоже прямой какой-то он куда перекошенный к этому земля она не просто как бы вниз идет немножко немножко вниз но они просто идет немножко вниз, она еще как-то вниз под наклоном идет. Под наклоном, да. Вот, и... А размер тебе как казалось? Я думал, шире тоже. Шире? Я думал, шире, и когда я увидел, что это именно колбаса там забор с двух сторон стоит, так смотришь, вот этот туннель такой, думаешь, нифига себе. У меня другое было впечатление по фоткам. Я по фоткам думала, что он уже и длиннее. Ты думала, уже? Да. Я думала, шире. Я думала, он уже. Почему-то, потому что фотки как-то, видимо, так сфоткано, что на фотках он выглядит очень длинным и очень узким. И, соответственно, я думала, что он будет уже и длиннее. Поэтому, когда мы его впервые увидели, подошли к нему, я подумала, ой, нифига себе, он такой широкий, оказывается. Вот, я ожидала что-то более узкое. Это первое. Второе, что я заметила, вот когда ты смотришь по фотке, тебе кажется, что вот очень сложно ощутить пространство вокруг. То есть, оно как-то сфоткано, ну да, какие-то дома, заборы, но тебе сложно понять, как твое тело ощущает это пространство. Давит оно на тебя или нет, или что. И тоже, когда мы только подходили к этому участку, мне показалось, ой, он охрененно такой большой, вообще, всё прям круто, тут можно миллион домов построить, я не знаю, идеальный, мне показалось, он идеальный. Но когда мы зашли внутрь участка, вот уже прошли по нему и встали примерно там, где у тебя мог бы быть дом и начали смотреть по сторонам. Вот тут я ощутила некоторую клаустрофу. Он реально как-то, ты смотришь, здесь какой-то дом над тобой надвисает, здесь как-то всё слишком близко, там вроде бы твоё место, но оно какое-то очень узенькое, а еще перспективы это всё как-то сужают. Такое ощущение, что ты вот в таком маленьком сортире. Да. То есть вот очень-очень узко. То есть именно проблема на то, что вот эти заборы с двух сторон соседей, как-то туннельное зрение какое-то появляется. Да, мне не понравилось вообще, честно говоря. Ты знаешь, мне вроде бы... Знаете, штукенция сегодня с утра устроила такой концерт мне. Она же умоляла... Давайте возьмём этот дом. Да, размяукалась просто. Мне понравилось, пофотка. Каталась по полу, каталась, требовала всё, надо его срочно покупать, сейчас его кто-нибудь другой купит, он не такой дорогой, давай. Да. Вот, ну а пусть только мы сходили. Нет, я не хочу даже даром такое. Ну просто, честно, мне не... Ну он прикольный, возможно, он кому-то понравится, но я знаешь, что поняла первое для себя? Семь соток это слишком мало. В целом. Я поняла, что нам семь соток мало с тобой. Мы любители больших пространств. Растор, да. Даже несмотря на то, что я так и тебе говорила с утра, мы будем ходить в лес, мы не будем сидеть на участке, нам хватит семь соток. Ну я так думала. Знаешь, мне даже вот тут мы находимся, тут сколько, десять или сколько? Тут пятнадцать. Пятнадцать, мне даже тут мало как-то. Ну то есть как-то... Нет, тут большой дом довольно-таки, но больше, чем нам нужен. Нам нужен поменьше, наверное. Хотя нам нужен одноэтажный же. Хотя нет, одноэтажный, поэтому скорее всего он будет такой же. Даже может больше. Наверное. И соответственно, блин, даже тут мне как-то тесновато. То есть если, допустим, ты в Твери покупаешь землю, там можно за семьдесят тысяч взять пятнадцать соток. В офигенно суперэкологичном месте, где просто охренительно круто. Но это Тверь. И там ни хрена ничего нет. Да, там нет интернета. Газа, нет электричества. Электричество есть, но нет скоростного проводного интернета. Нам нужен проводной интернет скоростной. И получается, знаешь, я поняла, что семь соток это слишком мало. Да. У моих родителей раньше была дача семь соток. Я сейчас уже с трудом это помню, но там как-то... Там маленький домик стоял в одном углу. Это, кстати, он стоял в углу, он стоял в углу, потому что он был пополам поделённый. Такой нельзя самостоятельно строить. А сам ты не можешь так сделать. Почему? Потому что ты обязан 3 метра от забора. Вот, соответственно, так ты уже не можешь сделать. На узком участке ты не можешь просто взять и в угол воткнуть свой дом. Да, не имеешь права. Если ты так мог сделать, это было бы круто. То есть, если у тебя, допустим, ты покупаешь участок где-то в угловом месте, да, вот вместе рядом с границей. А всё равно ты не имеешь права. Всё равно не имеешь, да? Ты с любой стороны от своей границы должен строить. То есть это... То есть квадратом ты хотя бы тоже можешь в углу его воткнуть. Ну, хотя бы ещё что-то останется. Ну, да, хотя бы останется что-то, да. Короче, я поняла, что нам надо искать землю больше, чем землевладельцами. Да, ну, в общем, 7 соток это слишком мало. Причём с учётом ещё того, что мы с тобой хотим одноэтажный дом. И все одноэтажные дома, они широкие. Потому что даже этот дом одноэтажный, нам будет мало в такой площади. Ну, да. Он слишком маленький будет. Потому что здесь же ещё подвал, ещё тот этаж. А по факту он очень маленький. А так у нас будет, скорее всего, более обширный. Короче, нужна двадцатка. Ну, да, минимум. Наверное. В Тверь поедем. Я не знаю, где. Потому что это что-то в Подмосковье такое хориномойдёшься. В Твере за 100 тысяч рублей ты себе 20 соток оторвёшь. А ещё знаешь, что я поняла по поводу наклона. Мне не нравится наклон. Тебе как? Мне, я считаю, ну, да, такой сильный наклон мне тоже не очень нравится. Но небольшой мне как-то не особо, мне кажется, это важно. Меня как-то немножко это угнетало, когда я там находилась на этой горе. Не знаю. Не, ну там, ну, если бы он был широкий, мне кажется, это пофигу. Может быть, да, если это широкий, опять же. Ну, если наклоны узкие, то, да, наверное, это ещё сильнее, кстати, действует. Действует на тебя, это скат какой-то. Да, скат какой-то. Но, с другой стороны, как бы, если у тебя опций никаких других нет, и у тебя есть ровно впритык денег, то что делать? Ещё что я подняла по поводу. Жить можно? Да можно. Не, он хороший, берите, если что. Вот. Нет, нормально. Можно любое себе взять, я не знаю. Ну, просто, знаете, вот сейчас мы с тобой уже выбираем, мы же выбираем место нашей мечты. Да. Вот. Но это по описанию это было место моей мечты. Ну, и когда я пришла, я поняла, что нет, что-то не то. Ещё там написано было рядом река и шикарный лес. Блин, там река как какой-то лужа какая-то. Десять сантиметров глубина. Реально, лужа. Там нельзя ловить рыбу. Это главное. Она даже не журчит, не течёт. Ну, 10 сантиметров, я там рыбу не могу ловить. И такая река, что ты её ногой не перешагнёшь, вроде совсем не лужа, а в то же время и на реку не очень похожа. Да, в общем, нужно всегда приходить, смотреть. То, что там пишут, Марасси и басня такова. И слышно очень сильно машины. Я была уверена, что там вообще не слышно дорогу. Потому что это в самой жопе этого всего. И это рядом, типа, с лесом. Я была уверена, что там тишина. Я прям думала, мы сейчас придём. И там так и тихо. А там, блин, жжжжжжжжж. Короче, вот это очень важный такой урок, который... Знаешь, там машина слышно, вот там снаружи машина слышно так же, как вот тут слышно внутри. Я не понимаю, почему так. Вот мы слышим? слышно вот так же все время эти машины слышно что очень тупо мне не понравилось теперь ну не знаю в дверь не в дверь короче понимаешь я как-то разочаровался короче в именно восприятие что ты читаешь эти описания красивые получается что ты ничего не можешь по интернету выбор да ты должен ехать вообще-то так тупо да поэтому в идеале как взять и попутешествовать много местного много мест посетить причем именно даже если ты вроде там и был где-то рядом не факт что именно в том месте там она рядышком будет она тебе прям понравится очень это вот именно это место она может быть вообще отличаться покупка себе земли это дело кати нужно ездить и смотреть по любому такая вот проблема с этим есть проблема никакой нет можно как раз компьютерной игре можно откупишь любое место но хорошее просто посмотрел параметры вот в ультами онлайн эти могу сказать как человеку я играю 20 лет в ультами даже больше и там лучше это лучшая игра в плане постройки домов и там есть места престижные хорошие места и плохие места и как бы никто слепую жизнь не станет покупать дом там даже какие-то малейшие вещи то что рядом есть горы это уже дороже если рез рядом еще дороже если речка рядом то вообще это просто считается офигенно в ультами онлайн там четкий рынок недвижимости вот там кстати наоборот там чем ближе к городу тем дороже ну в принципе как в реальной жизни слушай просто я бы рядом с городом не хотел жить я хочу вот чтобы не было слышно машин прикинь ты вот живешь в месте где ты не слышишь машине даже представить это не могу чтобы еще интернет было доставка просто хотя бы интернет до конец с доставкой доставка на самом деле блин доставку любая доставка те кто угодно привезет до 500 рублей там еды полный ну за тысячу ладно можно 1 месяц еще газ нужно чтобы дом отапливать дрова но я не хочу уж этим всем заниматься этой фигни я заниматься буду это слишком отвлекает от всего это не отвлекает я с удовольствием будем буду рубить дрова колоть спина заболит от колки дров не заболит спина берешь херак с таким образом поколол бы нужно чтобы все было на всякий случай на не газ это не обязательно нам только нужен быстрый интернет по сути и какой-нибудь рядом небольшой городок в километрах 30-50 километров нормально можно ближе конечно но лучше дальше 30 километров получилось что узкие участки нам вообще не подходит под москвой вот по всей россии там нет таких узких участков вообще под москвой вот такие вещи придумывают тут дефицит напишите нам посоветуйте куда нам кинуть наши кости бренные может быть вам какое-то место мечты посоветуете есть деревня программистов так называемая поселок мы туда думали но там все-таки мы думаем может быть все-таки то где как-то потеплее да поюжнее там все-таки у них это где кировская кировская область ну в принципе на крайняк можно и в кировской области чего не знаю это дальняя такая центральная российское место да нормально главное чтобы не было рядом никаких свалок ничего такого и все остальное чепуха лучше все на самом деле мне не нравится знаешь тоже поселке программистов поняла тоже мне не нравится такая вещь как за это вот ну вот в деревне например она такая открытая комьюнити в целом там люди какие-то живут кто-то приезжает тут уезжают у всех какие-то там дела свои а там люди они как поселились так вот и живут какой-то именно на оборот кажется искусственная это офигенно плюс большой все тут на самом деле вот ради этого я готов на все многие вещи претерпеть почему то что фильтр есть там нет каких-то вырезанной цензуры в основном а если они там есть если они тебя бесит все это мало вероятно потому что вот тут где мы сейчас живем тут кто-нибудь запалит зеленые травы на кабина собирает три метра и запалит под окном и все там такое вряд ли может быть мои друзья давайте все это обсуждать может быть нам стать вообще лесниками каким-нибудь с тобой чем будем жить в лесу будем делать обход каждый день по нему гулять почему на опушке на какой-нибудь и солнце вот станем лесниками что у нас тобой образование профильное можем закинуть заповедником следить мы любим глушь мы не любим общаться ни с кем так что два угрюмых листика советуйте нам что-нибудь тоже до скорых встреч пока